И всем привет ребят, с вами Стрванька, я сегодня записываю новый ролик в сегодняшнем видеоролике посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами находимся в нашем основном аккаунте и будет обзор на одно очень интересное вооружение, это вооружение связано с той пушкой, которая на сегодняшний день находится наверное не в самом лучшем балансе, но на одном из стримов, на котором мы тестировали разные интересные вооружения. Мне удалось найти подходящее устройство на сегодняшний день и это пушка рельса с устройством Скаут, именно ее мы сегодня попробуем затестировать и рассмотреть в рамках нашего матчмейкинга. По дронам мы сегодня будем использовать конечно же моего любимого Гипериона, ну и может быть где-нибудь плюс-минус в середине катки, если это будет недосрочка, то я попробую посмотреть что еще будет с этой векарельсой с Кризисом, насколько сильно поменяется ее геймплей, насколько больше можно будет выдать с нее урона и очков в целом. Ну и хотелось бы вообще посмотреть что покажет рельса, ведь по сути это та пушка, которая в свое время с этим устройством делала жесткую грязь в нашем матчмейкинге и показывала невероятные результаты, после чего была занерфлена в очень большой степени. И сейчас переживает явно не лучшие свои времена, но если резистов от нее как раз таки в матчмейкинге у нас не будет, то появится возможность как раз таки ее реализации, также было бы неплохо контролировать центральный овердрайв. Ну и под эту быструю перезарядку наносить как можно больше урона по противнику, по сути даже есть возможность наноса урона по нескольким танкам одновременно, то есть если например у нас будет кто-то сливать этих противников, то я мог бы вообще наносить каждому по одной рельсе и просто с каждого получать потом дополнительно по 7 очков. Но посмотрим, попробуем и на киллы поиграть, попробуем и на дополнительную реализацию качественного овердрайва поиграть. Главное, чтобы особо большого количества резистов не было у нас у противника, тогда реализация как раз таки нашей рельсы будет лучше, я думаю, что себя показывать. Уже у нас появляется как минимум 2 скорпиона, которые будут сейчас на этих сводках делать всякую грязную темочку, ну а мы в свою очередь будем стараться сейчас, я думаю, что даже увозить флаг, за исключением только вот таких моментов, когда нам надо попытаться слить таких диктаторов. Ну вы видите, да, насколько долго я должен бить по одному танку, чтобы его уничтожить, пока он прожимает аптеку, потом он сверху еще жмет овердрайв. Поэтому, ну здесь в моменте вам нужно, конечно же, стараться играть от какой-то такой неплохой дистанции, я бы, наверное, сказал так, да, чтобы у вас была возможность наносить урона и по большим оппонентам, да, либо где-то просто была возможность добить, да, противника. Тогда эта реализация, мне кажется, скаута будет лучше себя показывать, ну и потом, конечно же, под овердрайвом уже можно вжимать овер, грамотный, качественный и с него стараться делать уже большее количество киллов. Ну и Гипперион, конечно, это просто супер-мега жесткий дрон, который как раз-таки дает возможность игры на постоянной основе с расходкой и в очень больших количествах ситуаций это дает вам только и только плюс, только и только плюс, да. То есть я могу, например, спокойно заехать на вражескую базу и не бояться, что у меня там через 5 секунд или 10 секунд пропадет расходка, я могу просто отлично контролировать позицию, которую считаю нужной, да, и понимать, что я сейчас просто, вот у меня кулдаун якобы расходки произойдет, но я прожму еще раз расходку и у меня все будет четко. Плюс еще быстрый кулдаун аптечки, который дает вам дополнительную возможность жизни. Ну, здесь как бы, ну, говорить о плюсах Гиппериона уже я не знаю сколько тысяч раз я это делал, ну и буду продолжать, конечно же, но уже чуть меньше акцентировав на этом, наверное, внимание. Так, у меня есть овердрайв и уже есть он довольно-таки длительный период времени, есть вариант либо оставить его под центральный овердрайв, то есть прожать оверку в оверку и попробовать реализовать как раз-таки... А, это вражеский момент. Попробовать реализовать как раз-таки свой овердрайв именно таким способом, либо же просто поймать сейчас какой-нибудь интересный тайминг и попробовать под этот тайминг уже сыграть. Иногда, знаете, вот так вот на рельсе стреляешь, а вот и овердрайв, кстати, падает. На рельсе так стреляешь и думаешь, что у тебя... Ой-ой-ой, я походу... Нет, блин! Хотел сказать, опоздал, да, так и есть, опоздал, еще и противник под это все уводит. Блин, грустно. Грустно, грустно. Иногда так на рельсе кажется, как будто у тебя сейчас сводка откроется, как у Скорпиона, и ты сверху еще, знаете, какую-нибудь сводочку втушишь, но, к сожалению, у рельсы такой возможности нет. Противник здесь, кстати, играет от каких-то поставочных своих мин. Странно, наверное, для меня, что с кризисом Ареса Скорпион стоит чисто в позиции и пытается налепить мин. Но... Так оно и есть, и противник... Ой, ху-ху-ху, прям с доставки наши тиммейты возвращают флаг. Нам было бы вообще неплохо пытаться что-то увозить тоже. Потому что такими темпами мы можем рано или поздно приехать. Так, отличный овердрайв от тиммейта. Хорошо, есть контактик. Возвратик, возвратик, возвратик. Есть возвратик. Так, отлично. Так, теперь здесь можно чуть-чуть поиграть под противника. У нас тоже флаг возвращают. Но тиммейты пытаются увозить. Неплохая, кстати, попытка увоза. Может быть, даже получится. Если этого диктатора там добьют, и он не сумеет обрезать. Хорошо, добивают его. Попытка доставки будет. У меня всего лишь 40% овердрайва пока что. Скорпион куда-то с лодочку свою дает. Отлично, доставка есть. Под такую темку мы можем сразу увозить флаг на центр. И стараться как раз-таки увеличивать наш отрыв. Падает овердрайв на центре. Плюс справа заходит еще противник. Но я пытаюсь лучше доставить. Чтобы потом не остаться ни без овердрайва, ни без флага доставленного. Лучше повести 2-0 и оставить овердрайв противнику. Чем как раз-таки не повести 2-0. И еще и не забрать овердрайв. Противник пытаться будет сейчас влетать в доставку. Харечек. Отлично, на 0-5 кидаем его. Шикарно. И мамонт овердрайв не успевает прожать. Я успеваю вернуть флаг. Супер, супер, супер. Вот сейчас то, что мы этот флаг засейвили, это очень хорошо. Но противник пытается увозить еще один флаг на центр. Овердрайв у меня уже появляется. Если вдруг тиммейты не справятся, то я в принципе могу сыграть под поражатым овердрайвом. Сейчас вообще шикарно было бы занять такую вот интересную позицию и остаться в ожидании противника, который может с флагом попытаться увести на центр. И я тогда сразу с сжатым овердрайвом могу сыграть. Так, здесь по воспику можно тоже неплохо понакидывать. Противник пытается контролировать сейчас правую зону плюс центр на пушинг, что как раз таки является не самым лучшим для нас в этом моменте. Но нет, все-таки возврат будет все четко. Так, вот я не могу понять, что делает вот этот замечательный молодой человек. Он постоянно тут что-то стоит. Ай, возвратик залетел. Проехал там все-таки противник. Я, короче, сижу, держу позицию, жду овердрайва на центре и в этот раз попытаюсь уже как раз таки его забрать, а не реализовать его плюс-минус так, как было у нас в прошлый момент. Так, и у нас уже почти полбоя прошло. Значит, что я бы хотел бы уже попробовать тоже кризис. Вот так овердрайв падает. Но гиперер шикарно смотрится с этой викорельсой. Даже если учитывать тот факт, блин, не могу оверпражать. У меня... ПОДАВАЕ ПТИТЬ! Ладно, я просто падаю в овердрайв, забираю его, чтобы не оставить его противнику. Но вот это подавление, конечно, очень сильно меня сейчас подкосить могло. Ладно, противник попытается влететь, увести флаг, но мы его так чистенько корпусом чуть подр... А, это... Нет, это не их! Я думал, это он увозить собирался. Оказывается, это флаг, который надо ставить. Обжимаем овердрайв на всякий случай. Просто не знал, что там хантер наш овердрайв вожмет. Ну и так, реализация, конечно, ни о чем овердрайва. Но, что не сделаешь ради того, чтобы 100% доставить флаг. Лучше 100% доставить и вжать этот овердрайв, чем я не его жму овер, и у меня просто флаг вернут. Ситуация-то могла бы сильно поменяться, если хантер бы овер свой не вжал. Вот так, на подстраховочку овердрайвик залетел. 4.0 ведем. Очень комфортная катка для нас. Пока что все шикарно здесь получается. Единственное, что я бы мог еще сделать, так это уйти на рельс и переодеть как раз-таки дрончик. Попробовать хоть чуть-чуть, попробовать кризиса. Пощупать. Посмотреть, что с ним у нас получилось бы. Так, играем подборчик флага. Ну и рельса не особо сильно широко пикала. Но там попасть можно было, если честно, так доставочка будет. Есть контактик, хорошо. Ну вот такая вот плюс-минус реализация, неплохая. Мне кажется, что рельса по безрезисту сейчас смотрится очень даже прикольно. Наконец-то прошло то время, когда брали от нее очень много резов. Да, и сейчас как раз-таки возможность поиграть комфортно на такой пушке имеется. Да, то есть для всех тех любителей, конечно, этой пушки. Кто супер сильно любит рельсу, то можно сейчас вот такую вот скаутика брать. А если еще сверху брать кризиса, то я думаю, что с кризисом как раз-таки урон вообще должен быть супер прекрасный. Так, 6-0 мы уже ведем. И я бы хотел бы теперь уже чуть-чуть пострелять. Так, 2000. Очень грамотный, качественный урон сейчас залетел. Очень даже, я бы сказал, не то что грамотный, качественный, вкусный очень урон залетел. Так, лаг сервера, полторушка по противнику. Две рельсы хватает, чтобы унести диктатора под ДАшкой. Это очень хорошо. Так, здесь уже викинга вулканчик тоже пытается что-то сделать. Ну, перезарядка очень хорошая, как и была раньше у скаута. Плюс если дополнительные еще сквозные выдавать, то с кризисом, с повышенным уроном это смотрится очень круто. Возможно, стоит попробовать мне еще реализовать рельсу. С дроном Кемпер. Если хотели бы на это посмотреть, то напишите в комментариях. Плюс с каким-нибудь, я не знаю, ну, наверное, дефолтным аресом. Для меня сейчас Кемпер это чисто аресовая тема. С аресом она реализуется прям очень круто. Мне нравится, как это работает. Так, ну и... Блин, хотел сказать, был бы неплохой где-нибудь урку прожать. И меня тут быстро сразу сбривает. Противник, я смотрю, ставит право очень много мин на этом таком для себя островке небольшом. Давайте под этот островок тогда влетаем. Просто грязно. Просто грязный овердрайв сжимаем, чтобы они тут себя суперкомфортно не чувствовали. И падает еще овердрайв на центре. Ну, шикарно, шикарно, шикарно. Если сейчас еще слить... Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть урончика мне не хватило. Если бы я сейчас еще бы слил бы и сверху еще один овердрайв взял, был бы вообще бомбочка. Ну, с крейсом пожестче будет по урону, 100%. С крейсом точно пожестче. Но, если, например, рассматривать с точки зрения возможности твоих увозов и реализации именно как захвата флага, да, режима. То я думаю, что с гиперионом реализовать подобное вооружение и эту пушку будет поприятнее. Но это если вы хотите именно на увозы поиграть. Если вы хотите выдать как можно больше урона, то... Ой, блин. То, понятное дело, что с кризисом вы урона выдадите 100% больше. В этом плане у вас реализация будет получше. То есть, если вы где-нибудь тут в позицию какую-нибудь встанете интересную и будете дополнительно урончик накидывать, то я думаю, что будет все очень прекрасно и четенько так. Ах, ага, ничего себе. Ровно калиберка нифига урона наносит. Нормально, такой урончик залечил. Но это без дэшки, конечно, был. С дэшкой, я думаю, что он меня бы не ланшотнул, но все равно такая плюшка знатная залетела. Так, у нас еще 3 минуты до конца. Я бы вообще, если честно, хотел бы, наверное, сыграть полную катку в этом бою. И если это реально удастся сделать, то это будет очень круто. Заодно мы за полный бой посмотрим, сколько мы вообще очков заработаем в рамках этого боя. У меня по иммунке стоит. А, у меня Тэми стоит. Я думаю, как это у меня он еще сверху пробития наносит. Потому что в последнее время я стараюсь всегда играть с иммункой от пробития. Так, тычка. Ну, нехорошая. Ладно, не жесткая залетела. Так, по полторушке идут в две раза тычки. Хорошо, две тыщи залетают еще сверху. Дэшка, аптечка. Откатка. Минка. Дэ-дэшка. И не успел. Я по Скорпиону еще выдать тычку. Но вот играет молодой человек. Да, вот он играет от позиции. У него 32 на 10 счет. Но при этом он особо никакой пользы для своей команды не приносит. Да, у него позиция на острове. Это не позиция для дефа флага. И не позиция для помощи для увоза. То есть он, грубо говоря, он играет CT. Тэпи сейчас как в ТДМ. Вот у него есть счет. У него есть УП. У него есть очки. Но грамотных действий у него ноль. Просто ноль грамотных действий. Да, иногда я бывает в рейтингах тоже смотрю на как раз таки УП. Да, игроков. И вот у него, видите. Вот я бы сейчас посмотрел, наверное, зашел бы в его профиль. И у него большое было бы УП. И я бы сказал, блин, наверное, он хорошо играет. Но по сути он играет очень глупо и неправильно. Да, то есть это максимально неграмотная и некачественная игра со стороны игрока, который зашел в захват флага. Если ты заходишь в ТДМку и играешь так, то окей. Я могу сказать, что это хорошо, это грамотно, это четко. Ты делаешь большое количество киллов. Держишь УПшку и не сливаешься. Но если учитывать тот факт, что ты играешь в захват флага и летишь 6-0. Да, то по сути ты являешься как раз таки тем игроком, который руинит этот бой. Ну, я и не реализовал еще последний овердрайв. Но в целом бой очень хороший. Очень хороший бой в целом. И рельса со скаутом. Ну, круто смотрится. Ну, круто смотрится, круто. Хорошо можно ее реализовать. Вот это, наверное, как и Викинга Смока, который я тестировал относительно недавно. Она тоже себя показала очень прикольно. Плюс-минус так же, наверное, как и эта рельса. И что одно вооружение, что второе вооружение. Очень круто смотрится как раз таки с Гиперионом. Я не знаю, что было бы, например, с этой рельсой, если бы я сыграл какую-нибудь ЦПшку. И там бы под овердрайву попробовал бы все это дело реализовать. Но видите, как сильно пушка зависит от резистов. Да, хоть она находится не в супер-мете сейчас и не наносит каких-то колоссальных уронов. Но если вы уже на ней играете по безрезу, то она уже показывает хороший результат. И это, конечно, не может не радовать. Это достойно. Достойно, реально достойно смотрится. Пишите, что вы думаете по поводу рельсы. Пишите, как вам вообще рельса со скаутом и рельса в целом в последнее время. Попробуйте сами реализовать ее. Возможно, у вас тоже получится что-то интересное с ней сделать. Если вы, например, смотрели видос с Викинга с Маккой. И с Макку тоже пробовали после видоса реализовать. То есть сейчас рельсу попробуйте так же самое рассмотреть. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике. Мы лично и так, и на тактимп. Установите его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...